Приветствую! Сегодня у меня неоднозначная новость. Она для одних хорошая, для других плохая. Но ирония судьбы заключается в том, что те люди, для кого эта новость хорошая, завидуют тем, для кого она плохая. Что же это за такая новость? Это новость про отмену моратория. Моратория на начисление людям штрафов и пени за неуплату коммуналки, а также про отмену моратория на то, чтобы взыскивать людей коммуналку во время военного положения. Да, Кабмин принял вот такое решение. Это тот самый Кабмин, который совсем недавно подал в Верховную Раду законопроект новый о мобилизации номер 10378-10379, где он объяснял, что мобилизация и военное положение это такая невероятно сложная ситуация для страны, что можно даже ограничивать права человека. В том числе мы помним там права человека на распоряжение собственностью его и так далее. Это тот самый Кабмин, который до сих пор своими правилами, правилами пересечения государственной границы запрещает мужчинам выезд из Украины. Хотя в соответствии с Конституцией такой запрет должен быть введен именно законом, а не постановой Кабмина. Именно этот самый Кабмин нам теперь говорит, что знаете, военное положение и мобилизация это вообще не такая большая проблема. И ни причина вообще не платить коммуналку. Более того, Кабмин теперь говорит, что если ты не будешь платить коммуналку, то теперь та организация, которая предоставляет тебе коммунальные услуги, может начислять тебе штраф, начислять тебе пеню, и теперь уже точно она может подавать в суд и взыскивать с тебя те суммы, которые ты должен. Ну прекрасно же, прекрасно же, да? И обратите внимание, никаких двойных стандартов, да? И в том и другом случае военное положение это недостаточная причина. А нет, все-таки есть двойные стандарты. И в одном случае мы говорим, что военное положение и мобилизация в стране это чрезвычайная ситуация. И именно поэтому мы можем даже права человека ограничивать. А когда доходит дело до уплаты коммуналки, мы говорим, да вообще, а в чем проблема платить-то коммуналку? Ну я думаю, здесь все согласны, что никаких же проблем сейчас нет. Как бы безработицы нет, занятость отличная, все, зарплата огромная. Как бы в чем причина не платить коммуналку? Для кого же эта новость хорошая? Новость эта хорошая для тех людей, которые проживают на тех территориях, где ведутся боевые действия, либо велись. То есть это те территории, которые есть в списке министерства, вот в той постанове министерства, где перечислены, есть список территорий, на которых ведутся боевые действия. Вот, и эти территории, естественно, на этих территориях данная постанова как бы не работает. Вернее, мораторий не отменен. Да, правильно вот так сказать. Мораторий не отменен. То есть, если у вас имущество находится там, где ведутся боевые действия, если ваше имущество пострадало в ходе боевых действий, и хотя ваш населенный пункт уже исключен из этого списка, то здесь мораторий сохраняется, и для этих людей не работает правило о том, что можно начислять пеню, штрафы, взыскивать с них. Нет, этих людей пока не трогают. То есть, это касается только тех, отмена моратория касается только тех людей, которые живут там, где боевых действий нет и не было. А почему я, кстати, да, сказал, что те люди, для которых эта новость хорошая, завидуют тем, для кого эта новость плохая? Ну, потому что те люди, у кого имущество разрушено в ходе боевых действий, либо сейчас проживают в зоне боевых действий, ну, вы сами понимаете, они действительно завидуют этому, и, наверное, с удовольствием бы поменялись. Ну, это такое, знаете, уже ирония судьбы. Все, кто проживает теперь на тех территориях, которые нет в списке министерства, теперь готовьтесь к тому, что будут штрафы и пеня, будет еще остановка предоставления услуг. То есть, вы вдумайтесь, не просто штрафы и пеня, а теперь еще можно будет приостановить предоставление коммунальных услуг. Ну и дальше суд. А что такое суд? Если у вас нет денег на оплату задолженности, плюс штраф и пеня, то дальше суд вы, конечно же, проиграете. Понятно, потому что законных оснований там выиграть не будет. Дальше это передается в исполнительную службу, после чего исполнительная служба, естественно, открывает исполнительное производство. И как результат, что? Арест вашего имущества и блокировка ваших карт. Вот так, вот так. И военное положение этому не помеха. Да, действительно, действующее законодательство и законы, они говорят, что военное положение автоматически является основанием для того, чтобы человек там не платил коммуналку. Но мне думается, что исходя из того, что написано в первой статье Конституции Украины, да, где написано, что Украина это социальное государство, и как социальное государство оно в первую очередь направлено на создание тех условий жизни, достойных условий жизни человеку, наверное, должно было бы поддержать человека в столь сложной ситуации. Потому что, да, многие живут, конечно же, сейчас не в условиях боевых действий, но значит ли это, что они живут в легких условиях, экономически прежде всего, да, значит ли это, что у этих людей есть зарплата, достаточная для оплаты коммунальных услуг, и вообще есть эта зарплата. Но почему-то правительство решило на это не обращать внимания, и пришло к выводу, что военное положение это недостаточная причина для того, чтобы, ну, хотя бы штрафы не начислять, да, хотя бы не отключать услуги. А теперь еще не просто штрафы начисления и будут взыскивать, а это же и аресты имущества. Ну, что сказать. Вот такая новость сегодня. Вот такая. Друзья, надеюсь, вы не будете писать мне гневные комментарии за то, что я предоставил такую информацию, но я же всего лишь гонец. Источниками информации является кабинет министров. Кстати, ссылочку на эту постанову я оставлю в описании к видео, чтобы вы могли ознакомиться с ней более подробно, если вам это интересно. Ну, и надеюсь, что, может, все-таки за проделанную работу я заслужил хотя бы чуть-чуть лайков. Если вы хотите быть в курсе новостей в сфере права, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok